баллами, единички, двойки, прибавляя двойки, тройки. Но при анализе баллов мы решили все-таки не делать этой разницы, а просто учитывать результаты всех классов без каких-либо дополнительных баллов. Также тоже были мысли о том, чтобы делать, например, команду из двух участников одного класса. Может быть, проведем и такого формата соревнования, пока решили формат, где в команде могут участвовать все классы. Итак, Алина Старцева и Орлик, или Один. Орлик у нас выступает и в Agility, и в Abilience, и в Pazbe. Такая универсальная собака. Сейчас они демонстрируют нам упражнение подзыв. То есть проводник по команде лежать оставляет собаку. Вызывает ее к себе. Немножечко неровная дуга, на мой взгляд. Но для единички, в принципе, хорошо выполнено упражнение. Единичка, напоминаю, это самый легкий класс, с которого все начинают. Что не видела, девять с половиной, по-моему, поставили. Следующее упражнение у нас комплекс. Комплекс в единичке, это переходы сидеть-лежать. У Орлика комплекс по передним лапам, то есть фиксируются или задние, или передние лапы. И собака должна не двигать их. Стюард показывает положение собаки. Должно быть два перехода. Также проводник возвращается к собаке, и по команде стюарда просит принять основное положение, как сейчас. Так, ждем оценки судьи. Алина Старцева, кстати, тренер, работает у нас на площадке, тренер Maximum Docs. Ведет agility, восемь с половиной. Ведет agility и ведет группы общего послушания. Если кому-то интересен этот норматив, могут прийти к ней на тренировку. Выслал в квадрат. Тоже, в принципе, хорошее исполнение. Попал в квадрат. Лег немножечко неровно, что, наверное, отразится на оценке. И следующее у нас движение рядом. Движение рядом, на мой взгляд, это самое сложное упражнение в единичке. Тоже включает в себя движение по прямой. Повороты направо-налево, два шага вперед, два шага назад. Бег. Сейчас они демонстрируют остановку. Два шага вперед и обычно два шага назад, вот как и в этой схеме тоже. Это не обязательно, но обычно всегда делают два шага вперед, потом два шага назад. Уже собака должна оставаться на уровне ноги проводника, причем... Упражнение закончено. Сейчас следующее упражнение, это высылка конусу. Убегание конусу. Ой-ой-ой! Ой-ой! Повторная команда. Орли как от жилетины собака решила сбегать в барьер. В целом, остальное неплохо, хорошо припарковался, хорошая скорость. Кстати, здесь смотрится скорость как и в одну сторону, так и в другую сторону, то есть собака должна показывать одинаковую скорость, и когда она двигается от проводника и к проводнику, и шестерка. Следующее упражнение у нас остановка или посадка, или укладка из движения. Здесь позиция назначается судьей. Сейчас усадка. Судья выбрал позицию усадка. Молодец, сел. Немножечко медленно, но тем не менее четко. Возвращается к собаке, потом он должен пройти за собаку. Собака должна остаться на одном положении. Не меняя положение. Все, молодцы. В принципе, на мой взгляд, очень хорошее выполнение упражнения. Чистое, четкое. Семь с половиной показывает судье. Наверное, из-за того, что медленно сел, но надо смотреть. Интересно. Апортировка через барьер. Тоже проводник указывает изначально высоту, через которую прыгает собака. И выбирает деревянный гантель. Он может выбрать как свою, так и не свою. Елотку сейчас выбрали, по-моему, вариант наш. испытание в движок. Апортировка. 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 с это тоже последнее упражнение до 頃 до 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 Продолжение следует...